В последние годы из тихого города Гродно превратился в настоящий туристический центр. Не секрет, что кроме архитектурных жемчужин и по-европейски провинциального характера, иностранных гостей привлекает и возможность пройтись по местным магазинам в поисках качественных и недорогих товаров. Интерес к шоппингу со стороны гостей города и самих белорусов, наряду с существенной либерализацией бизнеса, поспособствовали развитию сферы торговли в регионе. Охотно воспользовались возможностью удовлетворить высокий спрос со стороны потребителей не только крупные компании, но и индивидуальные предприниматели. Так, в прошедшем 2018 году в Гродно открылось 282 торговых объекта с общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров. Преимущественно это малые объекты шаговой доступности в микрорайонах жилой застройки, в частности расположенные на первых этажах высоток. На 2019 год у нас также запланирована, конечно же, Альшанка, там строятся большие торговые объекты с объектами общественного питания, с объектами бытового обслуживания. Ну и также мы планируем, что в новых микрорайонах, где застраиваются дома, также будут открываться магазины и шаговая доступность. Безвиз придал импульсы не только торговле, но и заметно расширил Гродненскую сеть объектов общественного питания. 2018 год подарил нашему городу 24 места, где можно не просто вкусно поесть, но и приятно провести время. Наряду с открытием крупных ресторанов появляются небольшие уютные кофейни. Этот формат успешно прижился в Гродно и явно полюбился жителям и гостям города. А вот чего пока не хватает местному общепиту, так это трапезных с национальной белорусской кухней. Однако в планах специалистов в корне исправить эту досадную ситуацию. На 2019 год мы планируем сохранить тенденцию даже и увеличить. У нас откроется объект общественного питания с национальной белорусской кухней. Такие как Драники, откроется объект общественного питания «Белосток» в центре города и многие другие. Открытие новых точек торговли и питания – это не просто развитие инфраструктуры города, но и создание новых рабочих мест. Так многие гродницы в прошлом году нашли себя в сфере оказания бытовых услуг населению. 43 объекта бытового обслуживания открылось в областном центре в 2018. Абсолютное большинство из них принадлежит индивидуальным предпринимателям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok